Добрый день, уважаемые студенты! Начинаем лекцию «Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы у детей. Семиотика заболеваний дыхательной системы у детей». План лекции «Анатомо-физиологические особенности» мы рассмотрим с вами дыхательную систему у детей. И вторая часть лекции посвящена семиотике заболеваний органов дыхания у детей. Из физиологии вы знаете, что физиологическая роль органов дыхания достаточно многообразна. Органы дыхания участвуют в газообмене, в терморегуляции, принимают участие в обонятельной функции. Вы знаете так, что легкие – это иммунокомпетентный орган. И не только легкие, но и вся лимфоидная ткань, которая относится к органам дыхания. Но надо сказать, что к моменту рождения дыхательная система окончательно еще не сформирована. И ее развитие и дифференцировка продолжаются до юношеского возраста. По струкову органы дыхания, и в частности легкие, созревают к 12 годам. И, конечно, это дает возможность детям, у которых при рождении были какие-то в виде недостаточности развития органов дыхания, в виде гипоплазии легких, аплазии, получить свое максимальное развитие. И если при рождении или в раннем возрасте выставляется диагноз и может быть недостаточной функцией, то уже к 12 годам в большинстве случаев происходит компенсация. Потому что легкие растут до 12 лет. И это звучит оптимистично. И мы видим такие варианты развития. Как вы знаете, легкие органы дыхания. Есть верхние отделы органов дыхания. И нижние. К верху мы относятся все, что расположено до пятого-шестого кольца атрофии. Это нос, носоглотка, горта. И нижний отдел органов дыхания. Это частично... Это, собственно, от бифуркации и ниже. Органы дыхания имеют свои анатомо-физиологические особенности дыхательной системы. И это сказывается на клиническом течении, на возникновении заболеваний разного характера. Вот рассмотрим с вами нос и носоглотку. Носовая полость, как вы знаете, выполняет следующие функции. Это очищение вдыхаемого воздуха, согревание воздуха, увлажнение его, речевой резонанс и обоняние. В носовой полости осуществляется в основном очистка воздуха от крупных частиц. А мелкие проникают на железащие отделы дыхательных путей беспрепятственно. Очистка слизистой оболочки верхних дыхательных путей от осевших частичек происходит путем мукоцеллярного клиренса и чихательного рефлекса. Надо также понимать, что механизм чихательного рефлекса сходен с кошелевыми, но связанным не с нижними дыхательными путями, а с носовыми ходами. В носовой полости могут задерживаться частицы диаметром более 6 микром. Для того, чтобы себе более четко представить, размер таких частиц меньше электроцитов. А вот уже инородные частицы диаметром 1,5 микром проходят носовой барьер и беспрепятственно могут оседать в легочной паримхине. Частицы диаметром меньше 0,5 микром в легких не оседают и удаляются при выдохе. Что же у детей при рождении? У ребенка присутствуют ячейки решетчатых пазух, верхние челюстные пазухи. Считается, что решетчатые пазухи могут вовлекаться с 6-месячного возраста, а верхние челюстные пневматизируются к 2 годам. Удобные начинают формироваться с 7-8 лет. На свои ходу у детей узкие. Нижний носовой ход формируется к 4-м годам. Раковины толстые. Слизистая, нежная и богатого скулиризирована. И это влечет за собой склонность к отекам. То есть незначительные простуды, незначительные какие-то раздражающие факторы, они приводят к тому, что очень быстро развиваются отеки. В последствии слоя недоразвита кавернозная ткань. Поэтому у детей раннего возраста мы наблюдаем редкие носовые кровотечения. Я говорила о том, что уже функция носа – это согревание воздуха. Но у детей это происходит еще достаточно слабо. Поэтому длительные прогулки на воздухе минус 10 градусов, они нежелательны, не должны быть. Глотка тоже относительно узкая и короткая. Но имеется особенность такая, что есть гиперплазия лимфоидной ткани. Расположение слуховых труб – широкие, прямые, короткие, расположены горизонтально. Гиперплазия лимфоидной ткани обусловливает возможность развития заглоточных абсцессов. А гиперплазия аденоидной трубных и нервных медалей часто способствует нарушению носового дыхания, резонанса волоса и частым атитам. Лимфоидно-голочное кольцо – развитие слабо. Поэтому у детей до года практически ангин нет. Уже после года могут, по мере развития лимфоидных элементов, лимфоидной ткани, уже увеличивается количество ангин у детей. Надо также помнить, что придаточные пазухи носа тоже недостаточно сформированы. Глобная пазуха еще отсутствует. Мы уже об этом говорили. Гаймаровые атмоидальные и сминоидальные пазухи сформированы лишь частично, имеют малые размеры. Поэтому у детей рыбки синуситы. И полностью все пазухи формируются к 15 годам. Евстахиевая труба – она короткая, широкая, прямая. Поэтому чистые евстахииты. Носослезный канал. Носослезный канал – короткий, широкий. Клапаны развиты слабо, что способствует переходу воспаления из носа на конъюнктиву глаз. И отмечаем частые конъюнктивиты. Гортань. Гортань у детей отличается от таковой взрослых. Она имеет воронкообразную форму. У взрослых она цилиндрическая. Она выше расположена на уровне четвертого шейного позвонка. У взрослых на уровне шестого шейного позвонка. Хрящи нежные, податливые. Вот такая мягкость хрящей гортани. Слабое развитие эластической ткани. И большая ее подвижность могут приводить к спадению и возникновению шумных дыханий. Это называется стридером. По мере развития гортани и формирования стридер практически к трем годам самопроизвольно проходит. То есть возникновение их связано чисто с анатомо-физиологическими особенностями строения гортани у детей. Ну и, естественно, с провансирующими факторами. Истинные голосовые связки короткие, что обусловливает такой высокий голос у детей. С 12 лет уже они становятся длиннее, чем у девочек. Угол пересечения щитовидных хрящей у детей до 3 лет закруглен. Затем становится острее у мальчика. Голосовая щель еще узкая до 6-7 лет. Голосовые связки порыхлые. Имеется лимфоидная ткань в связочном пространстве. И вот такая богатая воспуляризация. Лимфоидная ткань в наличии ее узость способствует быстрому возникновению отеков. И приводящие вот эти все особенности приводят к стенозирующим или оренготрохитам. Опять же, по мере взросления, самопроизвольные, опять-таки, в дальнейшем такие стенозирующие оренготрохиты практически не встречаются. Трохеи, особенности трохеи. У детей первых месяцев она имеет воронкообразную форму. Рассвет также узкий. Стенки податливые. Хрящи мягкие. Слаборазвитая эластическая ткань. В связи с этим большая такая подвижность трохеи. И при дыхании возможно пролоббирование стенок трохеи внутрь. Опять же, более интенсивное кровоснабжение, что приводит к быстрым отекам, сужению прослета. Также богато сосудами слизистая, нежная, ранимая. Трохея из-за недостаточного развития желез сухая. И это создает почву для инфекционных процессов. Количество хрящевых полуколец трохеи постоянно, и где-то 16-20, не меняется с возрастом. Стенки трохеи у детей легко сдавливаются. Ну, как вы знаете, далее трохея делится на два бронха. Более полого отходит правый бронх, и это способствует попаданию инородных тел у детей в правый бронх. Если мы подозреваем и не ищем, то, скорее всего, инородное тело будет в правом бронхе. Форма грудной клетки. У детей несколько очкообразная. Сагитальный размер равен поперечному. Ребра соединены с позвоночником. Под углом 90 градусов расположены более горизонтально. И грудная клетка находится как бы на уровне вдоха. Это приводит к малой экскурсии грудной клетки, ну и, так скажем, к более поверхностному дыханию. Практически на всем протяжении. Вот здесь на слайде рентгенограмма. Правда, это патологическая, с патологией рентгенограммы, патологией легких. Ну, вы видите, что здесь горизонтально расположены. Можно это просмотреть. Горизонтально расположены ребра. Относительно позвоночника. Под углом 90 градусов. Экскурсия грудной клетки, ну, достаточно небольшая. Слизистые подслистые, слой богатый сосудами и хорошо развитая интерстициальная ткань. Надо сказать, что за счет вот тонкой грудной клетки дыхания детей у детей, ну, так, относительно, если можно сказать, жесткое. Но мы его называем поэрин, поэрос-мальчик. То есть характерное дыхание и такие характеристики у детей до 5-ти летнего возраста. Некоторые авторы пишут до 3-х, но, в принципе, до 5-ти лет дыхание у детей считается паэрином. Само бронхиальное дерево сформировано к рождению хорошо. Но также узкий просвет бронхов, мягкие хрящи. Видите, эластические волокна также недоразвиты. Слизистая, нежная, богатая, скулилизированная. Недоразвитая, мышечная и эластическая ткань. Поэтому такие особенности приводят к тому, что в случае развития воспаления сужение просвета наступает быстрее, что приводит к обструкции. Таким образом, в механизмах обструкции роль играет отек слизистый, гиперсекреция слизи. А вот поскольку мышечная ткань недоразвита, еще недостаточно развита, так скажем, причиной пронхоспазма это в более позднем возрасте. То есть у детей все-таки раннего возраста на первое место выходит отек слизистой, гиперсекреция слизи. Легкие. Мы уже говорили о том, что легкие растут до 12 лет и число альвеол у них меньше, чем у взрослых. Альвеолы менее воздушные, а не однокамерные. А дальние особенности не характерны, как и для всех других органов дыхания. Слабо эластическая ткань развита, хорошо развита соединительная ткань. Они более полнокровные, менее воздушные. Это все располагает к развитию обструкции, эмфиземы и ателлектазов. Детей ателлектазы развиваются в силу вот таких вот анатомо-физиологических особенностей. И кроме того, недостаточное количество сурфактанта, особенно у недоношенных детей, тоже приводит к развитию ателлектазов. До года хуже развиты верхняя доля левого легкого, верхняя и средняя доля правого легкого одинаково. Не выражены междолевые щели и отсутствуют междолевые левриты в связи с этим. Таким образом мы постараемся выделить основные общие анатомные физиологические особенности органов дыхания. Это относительная узость просвета дыхательных путей, начиная с носовых кодов, мы с вами говорили. Это еще не совершенные механизмы мукоцеллярного клиренса, который работает на элиминацию, на очищение дыхательных путей. Это недостаточное развитие хрящевого каркаса, трахеи и бронхов, что приводит к пролоббированию и к средорозному дыханию. Частое возникновение ателлектаза в силу вышеуказанных причин. У детей также высокая частота аспирации. Особенно надо быть бдительными и предупреждать родителей, что после кормления ребенок должен находиться некоторое время в вертикальном положении. Нельзя кормить Леши, чтобы ребенок захлебнулся, потому что высока вероятность аспирации. У детей раннего возраста значительная частота обструкции слуховой трубы и склонность слизистых оболочек подслизистого слоя к отеку и гиперсекреции в связи с богатой воскулиризацией практически всех органов отдыхания. Что приводит к быстрому развитию дыхательных расстройств и дыхательной недостаточности. Если говорить о типах дыхания, о новорожденного дыхания поверхностного, если мы говорим о дне дыхания, преимущественно в акте дыхания участвует диафрагма. Поэтому у новорожденного и грудного ребенка тип дыхания и у мальчика, и у девочек диафрагма или брюшон. С двух лет в акте дыхания начинает принимать грудная клетка, и дыхание называется уже смешанным, тип дыхания смешанным. И уже с 80 лет у мальчика преимущественно брюшной тип дыхания, у девочек все-таки постепенно преобладает грудной тип дыхания. Ритм дыхания У детей первых месяцев жизни дыхание арифмичное. Пауза между вдохом и выдохом нервной нервной. Глубокие вдохи могут чередоваться с поверхностными. И дыхание, в принципе, может быть не ритмичным в течение первых двух лет. Вот, посмотрите. Дальше мы с вами проговорим о границе легких, но более подробно вы будете это обсуждать на практических занятиях топографические ориентиры легких. Верхняя граница легких находятся примерно на уровне естественного отростка. Сзади уровень седьмого шейного позвонка. И нижние границы легких просто можете табличку сфотографировать и отметить себе, запомнить. И я еще раз повторю, более детально проперкутируйте и разберете это на практических занятиях. А сейчас мы с вами перейдем к жалобам, которые формируются у детей при заболеваниях органов дыхания. Ну, здесь нужно сказать, что практически каждый испытал на себе и испытывает какие-то патологические такие явления со стороны органов дыхания при ОРВИ, при бронхитах и так далее. И сейчас вся эта тема на слуху в связи с коронавирусной инфекцией. И мы с вами должны научиться систематизировать жалобы. Мы с вами поговорим и посмотрим. жалобы можно систематизировать и разделить на общие и специфические. Общие жалобы они являются неспецифической реакцией организма на заболевание. Это слабость, это вялость, это повышение температуры тела, это снижение аппетита, головная боль, потливость. Собственно, еще раз повторю, это жалобы неспецифического характера, которые могут развиваться при любой другой патологии, которая имеет воспалительный геноз. Более специфические жалобы при заболевании органов дыхания, они указывают на вовлечение патологических процессов, в частности, органов дыхания. То есть это опять-таки начиная с верхних дыхательных путей, это может быть и чаще всего бывает заложенность носа, насморк, кашель, чихание, изменение тембра голоса. Мы часто слышим охриплость голоса, осиплость, охриплость, осиплость, при заложенности носа, так называемый прононс. И сразу понятно, что человек простужен и переносит острою респираторную вирусную инфекцию. Это развитие одышки, может быть боль в грудной клетке, кровохарпании, появление мокроты. Все это указывает на специфические жалобы при поражении органов дыхания. Когда к нам приходит пациент и приходит с определенными жалами, что врач должен выяснить у матери ребенка. В случае затруднения носового дыхания и наличия насморка мы должны выяснить, какие выделения из носа. Они могут быть сирозными, слизистыми, слизистогнойными, сукровичными, кровянистыми. Это нам может подсказать, в каком направлении нам вести диагностический поиск. Допустим, сирозные слизистые выделения это начало заболевания, начало органов, либо это аллергические какие-то процессы. Аллергический ренит в частности. У детей грудного возраста мы выясняем, насколько активно ребенок сосет грудь матери. В случае заложенности носа ему тяжело сосать грудь матери он отказывается, капризничает и можно думать о том, предполагать, что у него заложен нос, если еще даже нет выделения из носовых водок. Это очень важный симптом наличия кашля. о кашле мы сейчас поговорим более подробно. Но как правило наши пациенты говорят о том, что есть насморк, кашель, а дальше это уже большая сфера, дальше мы выясняем его характер. Какое время суток, насколько он продуктивный, есть ли боли при этом. Сейчас мы чуть ниже поговорим. Дальше имеет значение в анамнезе какими органами, какими заболеваниями органов дыхания ребенок страдал ранее. Был ли контакт с инфекционными больными и больными пуберкулезом. Важно также выяснять такие моменты выезжал или ребенок с родителями в какие-то южные страны. Сейчас, конечно, ну и другие страны. Сейчас передвижение, перемещение ограничено, не у всех, не для всех. И страны некоторые открыты. И дети, конечно, могут контактировать, привозить, в общем-то, более экзотические заболевания, поэтому надо обязательно выяснять, были ли какие-то путешествия и где-то возможно был контакт с другими заболеваниями и другая инфекция, которая тоже имеет отношение с заболеванием органов дыхания. ну вот если говорить о кашле, кашле на самом деле это один из таких важных симптомов при заболевании как верхних, так и нижних дыхательных путей. по сути это в общем-то акт физиологический, но мы должны выяснить все характеристики кашля. Кашель следует оценивать по следующим параметрам. Мы оцениваем вид кашля. Сухой кашель или влажный. Кроме того, кашель разделяется на малопродуктивный, когда выделяется незначительное количество мокроты, и продуктивный, выделение значительного количества мокроты. Такая характеристика достаточно условна, но тем не менее позволяет дифференцировать уровень повреждений. Если кашель продуктивный и допустим утром большое количество мокроты, значит мы понимаем, что где-то эта мокрота накопилась и утром пациенту надо откашиться и он откашивает большое количество мокроты, значит есть вероятность развития бронхоэктаза. Он откашился и какое-то время пациент не кашляет. дали мы выясняем чистоту кашля. Чистота кашля имеет второе место по значимости в характеристике кашля. И тут важно помнить, что я уже говорила о том, что кашля является физиологическим защитным механизмом. И отмечается также у здоровых людей, когда допустим родители приходят и говорят ну вот он кашляет когда может этот физиологический акт допустим у детей двух пяти месяцев жизни физиологический кашля наблюдается вследствие начала активной работы слюных желез. Исследования также подтверждают, что наличие физиологического кашля у практически здоровых людей взрослых возможно до 6-11 раз в сутки. То есть это относится к физиологическому такому состоянию. Кашля следует расценивать так часто, если он повторяется каждые 30 минут. ну и также может быть такой изнуряющий кашель, который приводит к нарушению речи, сна. Он может наблюдаться при наличии инородного тела, трахеи или бронхах, при опухолях легких, головного мозга. по длительности кашель классифицируют на острый, подострый и хронический. Острый кашель считается, если он длится до трех недель. По сути, в течение трех недель бронхит должен разрешиться. пневмония разрешается, которая протекает типично, так сказать, она тоже должна разрешиться до трех недель. Если каша длится более трех недель, то считается затяжным или подострым. Мы чаще все-таки говорим затяжным. и если кашель длится более восьми недель, то есть более двух месяцев, кашель расценивается как хронический. Хронический кашель он уже более характерен для таких заболеваний, как бронхиальная астма, то есть при каких-то аллергических каких-то состояниях, при врожденных заболеваниях органов дыхания, при муковисцидозе. Но здесь уже надо разбираться и искать причину кашля. в зависимости от локализации поражения респираторного тракта кашель делят на поверхностные кашель. может может быть при фаренгитах психогенных таких состояниях психогенной кашель и глубокий. Мы слышим, когда больные кашляют, мы говорим глубокий кашель. Здесь нужно уже думать о трахеите, пронхите, лимонии, туберкулезе. Редкий такой поверхностный кашель наблюдается при раздражении ротоглотки. Его называют покашливанием. Родители сейчас умудряются записывать нам кашель детей на свои телефоны и видео записывать, присылать и по телефону ставить диагноз, мы по крайней мере могли заподозрить. То есть такая форма существует, но не приветствуется, потому что все равно нужен осмотр ребенка. Но тем не менее, если мы слышим, что это кашель редкий, поверхностный, так называемый покашливание, то скорее всего здесь речь идет о верхних дыхательных путях к поражению. раздражении ротоглубки. Очень важно задавать вопрос, в какое время суток появляется кашель. Кашель может быть в течение дня или ночной, или утренней, под утром. Например, ночной кашель характерен чаще возникает при бронхиальной астме. Очень характерен для коклуша, гастроэзофагальный репукс. Отсутствие ночного кашля с высокой боли вероятности ставит под сомнение наличие выше перечисленных диагнозов. Также всегда надо выяснять характер мокроты. Об этом чуть ниже. связь кашля с рвотой. Часто родители говорят, ребенок кашляет до рвоты, приступообразно кашляет до рвоты. Это говорит в пользу паклюша. Такие многократные повторяемые приступообразно кашля. Хотя может быть рвота на фоне кашля у детей, особенно раннего возраста, при эпизодных кашлях после лет. Такое тоже может быть. Боли при кашлях в определенных участках грудной клетки не могут отмечаться при фибринозном переврите. Левральная боль имеет определенные характеристики. имеет одностороннюю локализацию чаще в нижнем боковых отделах грудной клетки. Усиление боли на глубине вдоха и при наклоне в здоровую сторону. То есть мы просим больного наклониться в сторону и глубоко подышать, сильно подышать. Если эти боли в боковых отделах при дыхании и каши нетипичны для приврита и наблюдаются при поражении мышц грудной клетки. Думаю, это неозит. Более редкими причинами боли у детей являются пневмоторакс, миокардиты, а межреберные невралки. связь с положением тела. То есть усиление кашля в горизонтальном положении характерно для синдрома постназального затекания слизи. Это виниты, гаймориты, аденедиты, гастроэзофагальные рефлуксы. При некоторых опухолях органов грудной клетки, диафрагмальных грыжах. Более редкие, конечно, состояния у детей. Но тем не менее, то есть если мы будем лечить бронхит при этом, то мы неправильно поставим диагноз. И естественно, наша лечебная тактика, она идет не в том направлении, потому что здесь нужно лечить верхние дыхательные пути. поэтому такие вопросы и выяснения связи кашля с положением тела не очень важны для сбора анализа. Также необходимо выяснять связь кашля с физической нагрузкой. Увеличение интенсивности кашля при физических нагрузках наблюдается практически при всех заболеваниях деспираторных путей, поскольку происходит дополнительное раздражение кашлевых рецепторов. В то же время для бронхиальной астмы усиление кашля на фоне физической нагрузки является обязательным и учитывается для дифференциального диагноза. Ну вот некоторые клинические особенности при видах кашля. Например, бронхоабструктивный синдром, что достаточно часто встречается у детей. Вот можете взять себе на заметку характеристики кашля. Кашля чаще сухой, или влажной, но малопродуктивной. Обязательное наличие ночного или утреннего кашля, то есть мы спрашиваем время появления возникновения кашля, мы выясняем острый этот кашель или хронический и усиливается ли кашель при физической нагрузке. Вот не так много вопросов, но это нам позволит сориентироваться в плане постановки диагноза. Допустим, тоже частое явление клинические особенности кашля при синдроме затекания слези. Мы уже говорили о том, что если мы не выясним, что причиной кашля является затекание слези постназальная, то мы будем лечить больного неправильно. Как правило, вот такой вот кашель, он влажный, малопродуктивный или продуктивный, особенно по утрам, когда происходит ночью затекание слези, ребенок после ночи встает, откашливается и потом может какое-то время не кашлят, потом опять происходит, особенно если он горизонтальное положение принимает, предположим, дневной сон, ночной сон и дневной сон. После дневного сон, если также начинается кашель, то можно думать и надо предположить, что, возможно, эта патология связанная все-таки с носом, с пазухами носа. Кроме этого, мы, конечно, допустим, фиксируем заложенность носа, наличие насморка, хотя затекание, вот внешне может быть насморка не быть, но заложенность носа и затекание может идти в слезе по задней стенке глотки и при осмотре полости рта вы это видите, может возникать рвота по утрам на фоне кашля, и усиливается также кашля в горизонтальном положении. Стекает по задней стенке глотки, раздражает кашлевые рецепторы и происходит кашля. Ну и вот еще пример клинической особенности кашля клинической кашля. Но здесь мы выясняем всегда длительность кашля, время возникновения. То есть если это уже более трех недель, а кашля не имеет тенденцию к разрешению, а наоборот он продолжается и может даже усиливается. то есть это от трех недель до двух месяцев и более. Очень характерный кашель с приступами, такой приступообразный, вплоть до рвоты, с репризами. При этом лицо краснеет, слезотечение при приступах кашля. ребенок занимает определенное положение, наклоняет голову вперед при кашле, ну как бы интуитивно пытается ограничить этот кашель. И в конце кашля выделение стекловидной мокроты. То есть она прозрачная, не слизистая, гнойная, она вот такая стекловидная так называемая. Но дети не могут, не все дети, особенно в раннем возрасте, они вообще не откашивают мокроту, не выплевывают. И начинают там выплевывать мокроту, если родители их правильно учат, дети выполняют, так сказать, просьбу родителей не ее сплевывают. И только тогда мы можем говорить, не охарактеризовать мокроту. Но кашель весьма характерный, ночной здесь, что-то я не указала, значит, очень характерный, днем он практически может не кашлять, а кашель возникает ночью. и такой кашель, конечно, перепутать, если вы его как раз услышали, то его уже перепутать ни с чем невозможно. значит, всегда нужно быть, так сказать, начекой, и вероятность такого коклюшного кашель, коклюшеподобного, она возникает. При других заболеваниях, если этот кашель лающего такого характера, то это говорит о воспалении гортани при лирингитах, лающих кашель. Сочетание лающего кашеля и осиплости волоса возможно при воспалении гортани и стенозе гортани, так называемой стенозирующей ядерной трахеи. Грубый кашель при остром трахеите, трахеобранхите. Есть также такой кашель, как бетональ, он как бы из двух тонов состоит. Это бывает при сдавлении крупного бронха, возможно это при туберкулезном бронхоадемите, опухоли средостения, которые сдавливают крупный бронх, реже саркоидоз. Есть такой также кашель, его называют коротким и осторожным кашляем. Когда пациент сдерживает свой кашель, ему больно кашель, это сухие плевриты, это крупозная пневмония, крупозная пневмония в силу того, что еще недостаточно малое количество секретов, малое количество мокроты. вот такие вот есть особенности, которые мы должны оценивать. Итак, запомните, пожалуйста, какие вопросы мы должны выяснить, если пациент кашляет. Кроме того, ватно-дейлистическим кашляет является мокрота, ее характер. мы должны оценить ее объем. Я уже говорила, что, допустим, при бронхоэктертической болезни объем мокроты по утрам будет достаточно большой. Мы выясняем, но бывает трудно сказать, какой объем мокроты. Поэтому надо наводящие мысли вопросы задавать. Значит, ложка, столовая ложка. Некоторые даже говорят, ну, до полстакана. Они могут оценить и сказать, ну, это, конечно, больше относится к вырослым пациентам. Чуть и не полстакана мокроты. Либо их специально просят, чтобы они сплепывали мокроту, чтобы оценить ее объем. Значит, там есть какая-то полость, да, характер мокроты. Мокрота может быть слизистая, гнойная, стекловидная. Мы уже говорили с вами, что стекловидная, она при, может быть, при коклюше, при бронхиальной астме, гнойная, при каких-то гнойных заболеваниях. Важно также запах мокроты. Если запах гнойного такого характера, то мы понимаем, что идет гнойный процесс, воспалительный гнойный процесс, и тоже уже наш диагностический поиск понятен и сужается. Всегда спрашиваем цвет мокроты. Если ребенок может сплюнуть, и мы можем увидеть эту мокроту, родители прямо описывают и зеленая, и недавно рассказывала салатовая мокрота, такие художественные понимания мокрот. Да, но мокрота может быть ржавого цвета, это прикрупозное понимание. Вот вы можете ничего особенного не знать, пока они говорят, что мокрота ржавая, а крупозное понимание. То есть розовый или красный цвет мокроты, он является признаком кровохаркания, а при кровотечении, допустим, потери более 50 мл крови в суток, отмечается выделение значительного количества мокрота, крови и мокрота приобретает пенистый характер, то есть красная мокрота пенистого цвета, говорит пенистого характера, консистенции, говорит о кровотечении. Наиболее распространенными причинами кровохаркания для детей является туберкулез легких, абсцисс легких, бронхоэктазии, допустим, я веду группу детей с муковицидозом, и когда бронхоэктетическая болезнь, то предполагать, и родители говорят, что мокрота стала с примесью крови, они видят розового или красного цвета, то конечно здесь уже требуют серьезных, неотложных мероприятий при раке легких сердечной недостаточности. Но на практике в 80% случаев кровохаркания обусловлены именно легочной инфекцией. Принят также считать, что у пациентов с кашлем подозревают тяжелые заболевания легких, если имеются следующие жалобы. Кровохарканье или легочное кровотечение, дефицит или снижение массы тела и ночная опотливость, не связанная с другими причинами. Таким образом мы также выясняем, какие патологические примеси находятся и имеются в мокроте. И очень важно если мы получаем бронхиальный секрет, то исследование бронхиального секрета. Бактериологически, иммунологически, микроскопия бронхиального секрета это все помогает выставить диагноз. Осмотр дыхательной системы. Прежде всего мы определяем как дышит пациент. Значит, он может дышать через нос, через рот, если напряжение крыльев носа при дыхании. вот посмотрите, вы вероятно видели, как смотрят лор-врачи, как должны смотреть педиатры тоже ребенка. Очень важно, кстати, сразу объяснить маме, как правильно держать ребенка. Ребенок должен быть зафиксирован, зафиксирован на его, он садится спиной к матери, ну или к человеку, который пришел с ребенком на осмотр. Значит, фиксируются ноги, фиксируются, мать фиксирует правой рукой лоб ребенка, а левой рукой его руки и прижимает его спиной к себе. Здесь хорошо это показывают. В таком случае это предупреждает лишние, так сказать, его движения, они такие активные, что будет профилактировать какие-то повреждения при его осмотре. То есть чем правильнее зафиксируют ребенка, тем быстрее произойдет осмотр, тем менее это будет травматично. Это будет коротко, это быстро забывается и очень хорошо, когда он, допустим, даже плачет, открывает рот, можно посмотреть при этом при помощи шпателя и осмотр полости рта произвести, ну и осмотр, конечно, полости носа в том числе. При осмотре мы также определяем форму грудной клетки, в норме она может быть, физиологические варианты, нормостеническая, астеническая, гиперстеническая, но при нормостеническая типе грудной клетки, форма усеченного конуса, вот эпигастральный угол, обратите внимание на рисунок, эпигастральный угол равен 90 градусов, будет умеренно косое расположение ребер, будет нормальная ширина межреберных промежутков, и со спины вы будете видеть, что лопатки плотно прилегают к грудной клетке. Это нормостенический тип грудной клетки. Астенический тип, он тоже относится к физиологическим вариантам, но при этом грудная клетка будет узкая, длинная, эпигастральный угол меньше 90 градусов, ребра расположены в боковых отделах более вертикально и более широкие промежутки между ребрами. Лопатки при этом отстают от грудной клетки. И гиперстенический тип это форма грудной клетки цилиндром, эпигастральный угол больше 90 градусов, более горизонтальное расположение ребер. Если при норме сценическом оно умеренно косое, то здесь горизонтальное расположение ребер. Нижереберные промежутки соответственно сужены и лопатки будут плотно прилегать к грудной клетке. Большого практического значения при заболевании органов дыхания как правило тип грудной клетки не имеет и оценивается у детей старшего возраста после 12-14 лет с целью определения формы грудной клетки и указывает это на особенности анатомического расположения. данный показатель нередко ассоциируется с некоторыми врожденными наследственными заболеваниями. Например, пациенты с синдромом морфана, который имеет астенический тип телосложения или наоборот парадровили, который имеет гиперстенический тип телосложения. Еще раз подчеркну, что важно уметь определять эпидостральный угол. Более важное значение имеет деформация грудной клетки. наличие такого, как бочкообразная или эмфизоматозная грудная клетка. Среди других деформаций выделяют также телевидную, воронкообразную, гифоскалиотическую. При уже этих аномалиях происходит изменение типа дыхания, а соответственно и функции дыхания. На этом слайде вы видите такую паралитическую и воронкообразную на верхней картинке. выраженный гифоскалиоз может привести к развитию легочного сердца. Келевидные и воронкообразные типы грудной клетки встречаются при акромегалии, синдроме морфана, но чаще имеют все-таки семейный наследственной характер. При воронкообразной деформации больше страдает гемодинамика, чем вентиляция легких. Вот такая келевидная грудная клетка в большей степени оказывает отрицательное влияние на вентиляцию легких. Раньше большое значение придавали такому заболеванию детства, как рахит, но все-таки как причина деформации это вряд ли на сегодняшний день это не рассматривается. Наиболее частыми причинами кифоскориоза будут быть нервно-мышечные патологии типа миодистрофии, детский церебральный паралич, вертоброгенная с витамином резистентом рахитом, остеомоляция, заболевание соединительной ткани, гиатрогенные после туркопластики эмпиевы, эмфизоматозная и бочкообразная грудная клетка может быть следствием длительного вздутия легочной ткани и чаще все-таки встречается гиброфиальная астма. при осмотре больного мы обращаем внимание также на положение положение могут быть следующие с фиксированным плечевым поясом или его еще называют положением есть такое выражение положение штатива это такое специфическое положение когда ребенок сидит опирается о край кровати с приподнятыми плечами и таким образом облегчает работу дыхательной мускулатуры в англоязычной литературе его называют triped position при фиксации рук в положении ортопоя грудные мышцы вызывают расслабление грудной клетки и улучшают механику диафрагмы сердце все-таки ортопное корректнее использовать в отношении кардиальной патологии при заболеваниях сердца с преимущественно левожелудочковой недостаточностью при заболеваниях легких это положение наблюдается при тяжелом приступе бронхиальной астмы двусторонним поражением верхушек легких терминальной стадии врожденной бронхолегочной патологии например при муковисцидозе может ребенок также быть возбужден может быть двигательное беспокойство при стенозирующих это гипоксии когда имеется стенозирующие ляринкотрахииты приступы бронхиальной астмы есть также обратное состояние артопной это платье при котором затруднение дыхания возникает в вертикальном положении тела и исчезает в положении лежа на спине состояние обусловлено снижением насыщения гемоглобина кислорода в вертикальном положении наиболее часто платье возникает при двустороннем положении поражения нижней доли легких это плеврит нижнедолевая пневмония ну вот вынужденное положение на больной стороне характер для одностороннего плеврита то есть когда мы видим ну как бы больной щадит эту часть чтобы снизить боль уложиться на больную сторону и уменьшается трение висцеральной и париетальной плевры положение на больной стороне может приниматься при эксудативном привлите со значительным объемом эксудата уменьшая таким образом давление на легочную ткань и лучшая экскурсия здорового легкого объективным признаком интенсивности боли является выражение лица при положении пациента на здоровой стороны наблюдается если поражено одно легкое когда интактное легкое находится внизу это больше характерно для коллапса легкого для одностороннего коллапса легкого далее после положения мы осматриваем в принципе мы сразу все видим но описываем постепенно цвет кожи он позволяет выявить пациентов с недостаточной оксидинацией или вентиляцией вот может быть такой переран цианоз цианоз значит носогубного треугольника что касается патологии дыхательной системы это пневмония это стенозирующие ляринго трахеиты ну и могут быть и другие врожденные аномалии хотя конечно переоральный цианоз может возникать и при патологии сердца общий цианоз общий цианоз при серьезной гипоксии когда перекрыто дыхание или значительно снижена оксигенация крови причинами этого может быть народное тело оксидативный привлит острая пневмония стенозирующий ляринго трахеит акроцианоз он возникает измедление периферического кровотока это застойные явления малого кровообращения это хроническая гипоксия при этом мы параллельно можем если это длительные хронические процессы изменения пальцев рук и ног в виде часовых стекол и пальцы в виде барабанных палочек вот на следующем слайде смотрите сверху это акроцианоз верхний слайд справа это барабанные палочки и часовые стекла видите выпуклые ногти такие мы видим детей с хроническими гипоксимическими состояниями в частности выпрямок висцедозе если появляются такие уже изменения деформации родители внимательно всегда смотрят как меняются и если изменения значит есть гипоксимия и возможно развитие уже бронхоэптатической болезни ну и нижний слайд это такой переоран цианоз который здесь конечно ярко виден но на самом деле может быть и не так ярко но всегда видно и внимательные врачи обращают на это внимание при осмотре лица также мы смотрим не только на цианоз носогубного треугольника но также и на состояние крыльев носа движение крыльев носа при дыхании которое указывает на нарушение газообмена значит это может быть это может быть напряжение а вот маленьких детей может быть написано трепетание но не настолько трепетание это просто напряжение крыльев носа и этот уже признак говорит о том что произошло происходит нарушение газообмена это может быть при пневмониях при тяжелом обострении бронхиальной астмы значит у маленьких детей имеется ввиду грудных у нам рожденных может быть такая пенка в углу рта при пневмониях обращаем также внимание мы уже об этом говорили на выделение из носа прозрачные слизистые при нитах сукровичные при дифтерии в сифилисе кровянистые из одной половины носа это инородное тело носовые кровотечения геморрагические диатезы анатомические особенности при осмотре лица вот я еще добавлю киперемия щеки на одной стороне она может отмечаться при крупозной пневмонии при обсессии легкого при туберкулезе у пациентов значит будет киперемия одной щеки со стороны поражения обращаем внимание на голос ну и мы всегда там слышим осипший или его отсутствие афонии значит это говорит о поражении голосовых связок носовой оттенок голоса если появляется это аденоидная вегетация но причиной может быть также заблудочный абсцесс опухоли миндалин пары с небной занавески после дифтерии грубый низкий голос для детей кстати вот тоже из признаков гипотириоза это то заболевание мы с вами обсуждали когда говорили о том что неонатальный скрининг он предупреждает развитие ряда серьезных таких заболеваний если мы появляем на неонатальном скрининге и вовремя начинаем коррекцию так вот грубый низкий голос возникает при гипотириозе у детей до года еще если вдруг мы пропустили на неонатальном скрининге или тесты были ложно отрицательные в этом случае происходит отек связок отек подсвязочного пространства или возникает низкий характерный голос грудная клетка состояние западения при дыхании на больной стороне когда межреберные промежутки сглаживаются плечо опускается позвоночник искривляется выпуклостью в здоровую сторону при хронических процессах в легких может быть выпячивание одной половины грудной клетки при пневмотораксе и в обухании межреберных промежутков и остозность мягких тканей при плевральном выпаде то есть повнимательно должны осматривать состояние грудной клетки что еще при осмотре важно сделать это измерение чистоты дыхания вот эти цифры надо запомнить значит у новорожденного частота дыхания 40-60 в минуту здесь небольшие интервалы поэтому это в общем легко запомнить у ребенка в год частота дыхания должна быть 30-35 и у ребенка в 5 лет 20-25 можно запомнить так легко 5 лет 25 число дыхания 5-25 и у взрослых это вообще очень просто у нас число дыхания от 16 до 20 значит почему это важно потому что увеличение частоты дыхания может быть чуть ли не единственным признаком пневмония пневмония не всегда начинается есть два пути как бы когда пневмония начинается сверху когда вирус проникает через верхние дыхательные пути нос носок лодку першень и так далее но так же пневмония может начинаться снизу а как известно в альвеолах обращайте на это внимание кашневых рецепторов нет они отсутствуют и пневмония начинается без кашля и только потом когда накапливается значительное количество эксудата и этот эксудат принимается вот тогда может начинаться кашля но поздно поставленный диагноз пневмонии может нести за собой фатальные последствия это уже поздно выставленная нелеченная пневмония если она не лечится в течение 3-5 дней то пневмония течет по собственному сценарию поэтому очень внимательные родители и такие случаи есть их мало но они есть когда они приходят с волнением говорят мой ребенок часто дышит во сне делаю снимок там пневмония больше жал практически никаких еще даже температура может не повышаться но отек и развитие поражения альмел оно приводит к увеличению то есть развивается дыхательная недостаточность вот и развивается понимание вот посмотрите на этом слайде как правильно считать у маленьких детей у новорожденных мы число дыхания считаем 8 на доску поносится близко к рту к носу и спокойно можно посчитать конечно когда они кричат когда они возбуждены беспокойно мы посчитать число дыханий не можем оно будет уже другим правильно считать когда ребенок спокоен а лучше считать число дыханий во сне тогда мы получаем истинный цифр поэтому обязательно облигантным так сказать методом осмотра облигантной манипуляции является подсчет числа дыхания изменение частоты дыхания увеличение его учащения более 10% называется тахипное у здоровых детей это можно при волнении при физической нагрузке у больных при поражении дыхательной системы сердечно-сосудистой системы приемлеме может быть лихорадки боли дистресс урежение дыхания все урежения называются братья в данном случае братья пноя у детей бывает редко указывает на истощение дыхательных дыхательных может быть при коме при отравлении ну и патологические типы дыхания через токса биота усмауля они отмечаются при тяжелых формах миенгитов при цеполитах при отравлении внутричерепных травмах и так далее это патологические типы дыхания несколько слов об одышке или диспноя мы обязательно тоже оцениваем соотношение вдоха выдоха и мы можем говорить об инспираторной одышки когда затруднен выдох он может быть озвучен детям когда говоришь дыши они начинают от своего дыхания озвучивать я им всегда говорю без озвучки они понимают это но это может быть естественным путем то есть за счет отека они за счет отека значит выдох может быть здесь вот неправильно написано инспираторный это затрудненный вдох здесь опечатка при препятствии верхних дыхательных путей в следующий раз исправим значит это может быть истинный ложный круг инородное тело когда участвует вспомогательная мускулатура при дыхании а вот затруднен выдох продолжительный затрудненный выдох вот это экспираторная одышка она совершается при участии брюшного пресса если имеет место сужение мелких бронхов пронхил за счет отека и гиперсекреции и пиасма за счет спазма ну и может быть смешанная смешанная одышка когда затруднен и вдох и выдох это может быть при поражении бронхов легких левры заболеваниях сердца и затруднение кровообращения в малом круге кровообращения то есть мы судим по соотношению вдоха выдоха и чистота дыхания и пульс чистота дыхания и пульс судить обо одышке надо как в состоянии покоя лежа так и при перемене положения при плаче так как небольшая одышка может отмечаться при волнении и беспокойстве ну вот здесь такой снимок слайд на английском языке вы здесь можете увидеть межреберные промежутки и грудину как она западает при тяжелом таком дыхании то есть это обструкция ну вообще-то могут участвовать межреберные промежутки вот в данном случае здесь показаны тоже над и под ключичные ямки здесь это не видно ну в какой-то степени это несколько так сказать утрированная вообще фотография утрированный снимок но примерно это выглядит вот таким образом и на этом я лекцию закончу остальные вопросы рассмотрим на практических занятиях тема эта достаточно большая вы будете еще изучать это и на преподектике внутренних болезней на последующих курсах а сегодня мы лекцию заканчиваем я благодарю вас за внимание всего вам доброго до свидания до свидания до свидания и до Customs Продолжение следует...